19 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3314. Тема «Община». «Те, кто был с вами на беседе с Судниковым Николаем, они поняли ли, в чем суть конфликта?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никакого конфликта не было, а было желание понять, возможен ли возврат к вере истинной падшего, уже ранее впавшего в монахи. Я попросил бывших на этой почти не состоявшейся беседе записать свои впечатления. Кавычки открываются. Николая Николаевича Судникова в дальнейшем НН я не знал, хотя много хорошего про него слышал. В частности, что он быстро набирает текст на компьютере и что он помогал в издании «Трехтомника Нового Завета» с толкованием блаженного феофилакта и комментариями Игнатия Тихоновича Лапкина. 19 ноября 2006 года я присутствовал на беседе с бывшим отцом Нафанаилом, которая состоялась по просьбе Игнатия Тихоновича в связи с написанием Николаем Николаевичем курсовой работы. Из разговора я понял, что эта работа посвящена нашей общине, в которой когда-то и состоял Николай Николаевич. Ни один отступник не уходил с миром. Всем надо было оправдаться. А лучшая защита, как говорится, это нападение. Чтобы оправдать себя в глазах других людей, лучший способ – это поношение того, откуда ушел. Вопрос – куда? Мое мнение, Николай Николаевич просто возгордился. У него огромные знания, Господь даровал ему различные таланты. Но он их направил в последнее время не туда, куда следовало бы. Ясно, что перед началом написания курсовой он не молился. Был задан конкретный вопрос – молился или не молился? Уход от ответа. Николай Николаевич впал в искушение. Сатана поймал его на его же высокоумии. Евангелие от Матфея, 11 глава, 25 стих. В то время, продолжая речь, Иисус сказал – «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». Толкование. «Ибо кто считает себя умным и полагается на собственный разум, тот уже не молится Богу. А когда кто Богу не молится, то он не помогает тому и не открывает ему тайн». «А как было избежать этого искушения? Поменьше спать и молиться». Евангелие от Луки, 22 глава, 46 стих. «И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Господь ему не открывает того, как может быть церковью Московской Патриархии и Русско-Православной Церкви за рубежом, которые сотрудничают с безбожными властями и участвуют в экуменическом движении. Книга Откровения, 3 глава, 1 стих. «И ангелу Сардийской Церкви напиши, так, говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но мертв». Патриарх у них вообще мертвый был, однако Христос называет ее церковью. Почему? Книга Откровения, 3 глава, 4 стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Несколько. А Николай Николаевич миллионы в ад отправил. Николай Николаевич явно, мягко выражаясь, перестарался. Мой учитель труда в таких случаях говорил, обалдел от образования. Думаю, это как раз именно тот случай. Сатана вскружил ему голову. «Когда человек много наворуют, у него спрашивают, а как тебя не посадили? Главное, вовремя остановиться». Николай Николаевич не сумел. Перешел грань дозволенного. «Ну, если ты считаешь нас еретиками, покажи истину, не молчи. А если не можешь, остановись, покайся». Насторожило то, что в беседе с директором магазина Никитой он спросил, «А разве Евангелие еще не проповедано по всей земле?» «Это после того, когда мы упрекали монахов, что они закрылись и не проповедуют. Хотя и Николай Николаевич проповедует, но его проповедь свелась к старобряческой. Все еретики, переходи к нам». Сама его паства говорит сама за себя. Женоподобные длиноволосы юноша Павел. Первое послание к Арифинам, 11 глава, 14 стих. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него?» Девушка в брюках. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие». Почему Павел перестал ходить к нам на занятия? А ведь у него было желание прийти к нам на богослужение. Но заботы житейские или еще что не сподобили парня. Думаю, что Николай Николаевич не может простить Игнатию Тихоновичу 7-8 тома открытым оком. Он уже тогда, в марте 2004 года, считал рассуждения Игнатия Тихоновича бездоказательными, несерьезными, неприличными, ненастоящими, унизительными, довольно неумными, провоцирующими раздражение, не полуждающими к покаянию, и побоялся давать пояснения к ним. «И кто-нибудь сделает по-настоящему серьезный разбор житий святых во свете Библии? Предлагаю терпеливым читателям сделать это самим». Иеромонах Нафанаил. «Только и в терпении можно ему позавидовать. Почти три года терпел, а когда Игнатий Тихонович предложил ему ответить перед студенческой аудиторией, сказал «Подумаю». Его «подумаю» означает «боюсь». Евангелие от Нафея, 8 глава, 28 стих. «И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Мы его так замучили своими вопросами, касающимися состояния его души, что он хотел даже выгнать нас. Но как бы посмотрел на это Никита, который, как мне кажется, тоже недалеко от падения. «Господи, ты оставляешь 99 и идешь искать одну заблудшую овцу. Прояви милость к заблудшим, верни их на путь покаяния, ибо нет воли твоей, чтобы кто погиб из малых сих». Аминь. Кавычки закрыты. 4 декабря 2006 года. Пупков Сергей Павлович. Том 15. Страница 82. Книга притч Соломоновых. 18 глава 20 стих. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры, подобные запорам замка. В час безмолвного заката об ушедших вспоминитый не погибло без возврата, что с любовью пережито. Пусть синеющим туманом ночь на землю наступает, не страшна ночная тьма нам, сердца день грядущий знает. Новой славой у Господней озарится свод небесный, и дойдет до преисподней светлый благовест воскресный. Благовест воскресный. 1892 год. Владимир Соловьев.